Ну а сейчас мы поговорим о том, что происходит на международных рынках с Марком Гойхманом, ведущим аналитиком групп компании Телитрейд. Марк, приветствую вас. Приветствую, Данил. Марк, вы давно с нами слышали наш разговор с Оксаной Генриховной, но не буду вас об этом спрашивать. Я вас спрашиваю о другом. Что происходит сегодня, как вы описываете ситуацию, рост цен на нефть, что происходит с рублем, что происходит с парой евро-доллары, в общем, на международных рынках. Как вы ожидаете ваши? В дальнейшем развитии. По нефти идет естественная реакция, такая немножко замедленная, на решение ОПЕК+. Ожидалось, что будет увеличение добычи на полтора миллиона баррелей, в результате дали на миллион в сутки, и из которых реально можно повысить только 600 тысяч. Поэтому при резком снижении запасов, которые сейчас составляют в США 10 миллионов баррелей, нефть стартанула вверх, и сейчас преодолены предыдущие максимумы. Вполне возможно, что мы при таком раскладе увидим 80 долларов за баррель по нефти Brent в ближайшее время. А рубль отреагировал на это небольшим снижением. На рубль, что называется, давит с двух сторон, с обеих сторон, и на повышение, и на понижение. На повышение курса рубля воздействует то, что нефть растет, и то, что чемпионат мира идет, приток валюты увеличивается. Но, с другой стороны, выступает Минфин со своими интервенциями. С другой стороны, возможны санкции, торговые войны. Спасибо большое, Василий Васильевич. Марк Гойхман, ведущий на антигруппах по телетрек, с нами был на прямой связи.